Всем добрый день! Я иду в магазин за хлебом. Мне надо хлеб купить и молоко. Дома закончился хлеб и молоко. И сейчас приду на обу, уже ужин что-то готовить. Некоторые написали, Настя, готовьте сразу с утра и на весь день. У нас не получается так, что на весь день. У нас съедается быстро, поэтому приходится готовить два-три раза в день. Но в основном два, всегда утром и вечером. Поэтому вот так вот. Вы не забывайте, что у нас семья большая и детям полезнее будет, если свежеприготовленная еда, а не вчерашняя или такая. Допустим, так. Так что вот так. Ладно, идем в магазин. Она со мной поскакала. Ей не сидится дома. Ладно, идем. Все, ребят, сходили мы в магазин со Светой. Купили хлеб, молоко, кефир, помидоры с огурцами, чтобы салат сделать. Сейчас хочу сделать ленивые пирожки. Там яички подкопились, а свои домашние надо сделать пирожки. Кефир купила. Дай покажу. Ты этикетку сняла? Этикет. Взяли жидкость для снятия лака. Света перелила в нашу бутылочку. Перелей я покажу. Нет, так ты это закрой. Как раз, да, такой бутылочки хватает на полную эту. Мы в Фаберлике покупали. Давай вот такой вот жидкость. Классная жидкость. Но вот закончилась, и теперь приходится в магазине, пришлось купить. У меня потому, что вот я вчера красила, а сегодня, видите, какие уже ногти. Надо убирать лапу. Чистить. Убирать. Вот такие вот дела. Ладно, сейчас там муж съест салат сделает. Потом пойду остальные крошить. Все делать. Буду делать ленивые пирожки. Еще раз здрасте. Я на кухне, как вы заметили. Сегодня буду готовить ленивые пирожки. Сейчас, по-моему, яйца поставлю варить для начинки. И расскажу вам поподробнее, что нам для этого понадобится. Так что, если вам интересно, оставайтесь с нами. Так, дорогие друзья, ставлю яйцо вариться. Это у нас свои домашние, вот такие вот крупные яички. Там вот одно сырное яйцо. Видно. И вот ставлю варить для пирожков. И потом вам расскажу, что нам понадобится дальше. Так, дорогие друзья, что нам понадобится для теста? В первую очередь, кефир. У нас вот не было литровых пакетиков. Но взяла пол-литра. Надеюсь, мне хватит. Потом дальше яйцо куриное. У нас свое домашнее. Ну вот взяла два, на всякий случай. Потом сахар немножко понадобится. Сода. Сода у меня вот опять уже заканчивается. Опять надо покупать. Также мука понадобится. И соль. Ну что, буду замешивать тесто. Сейчас в тазик сложу все это. И замешаю. Знаете, такое тесто должно быть, как густые оладушки. Потом туда мы добавим еще лук, яйцо. И будем жарить, как оладушки. Такой рецепт у меня уже есть на моем канале. Ссылочку я оставлю в описании. Все, ребята, тесто я сделала. У меня тут лук, яйцо. Ну и тесто, как на оладушке. Обычно делаешь только чуть погуще. Сейчас разогрею сковородку. И будем жарить пирожки. Положила, ребята, уже первую партию оладушек. Жарится масло раскаленное. Я жарю сегодня на плитке. Поэтому вот так вот. Готовим. Готовятся оладушки. Вот эти вот ленивые пирожки должны быстро. Потому что там же яйцо у нас уже вареное. Лук есть. И тесто, как для оладушек. Должно быстро приготовиться. Смотря какая плитка. У меня плитка такая слабенькая. Поэтому будет долго жариться. И мне вот написали по поводу этой горчицы. То, что она очень острая. Да, ребята, она очень острая. Но мне нравится такая. Вот я люблю остренькие. Поэтому вот как-то так. Сейчас нажарю и детки будут кушать. Надо было сметанку. Конечно, сметанки нет. У нас что-то нынче все еще субсидию не переводят. Мне надо за квартиру оплатить. А, ребят, да. Сегодня у меня посылка пришла с Алиэкспресс. И это... У меня бывает иногда купон. И я могу за копейки, можно сказать, что-то заказать. И вот эта лопаточка пришла. За 8 рублей я ее заказывала. С купоном. Просто у меня купон был. Она вот так вот разбирается. Удобно мыть. За 8 рублей заказала. Вот пришла. Такая, знаете, простенькая, легенькая, тоненькая. Гнется. Ну, где-то что-то помешать, где-то что-то сделать нормально. За 8 рублей стоит того. Ладно, буду готовить. И потом вам покажу, сколько и чего я нажарю. Дорогие друзья, нажарила немножко я пирожочков. Дети уже съели. И решила не маяться, не париться, попробовать запечь в духовке. Сейчас покажу, что у меня из этого получилось. Я скреативила, короче говоря. Мне лень было стоять возле плиты. Да и энергии много нажгется, если стоять возле плиты. Просто много нажгется. А она не заделывается. Ладно, сейчас что-то придумаю. Так, сейчас я вам покажу, что у меня испеклось. Смотрите, ребята, вот такие вот. Я не стала сильные высокие делать. Только с духовки достала в форме елочек. Вот получилось две елочки. Одна большая, другая маленькая. И вот такой вот пирог с луком и яйцом. Еще одну партию поставила выпекаться. Ванечка, тихо, пожалуйста. И поэтому, если вам интересно, вот такие вот. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Креативьте, выдумывайте всяко. Вот. Я тебе прою вкуснятина. Мне нравится даже. Ну-ка, Света, разрежь. Оно только из духовки я достала, конечно. Будет горячее. Вот так вот, ну, пополам. Подожди, отойди. Горячее, горячее. Вот такой вот, ребята, он внутри получается вкусный. Пускай остывает, Свет. Не трогай, пускай остывает. Свет, дай ему остыть. Развисает. Она не даст остыть. Вот у нас всегда, вот так вот у нас никогда не дают остыть. Они быстро все горячими съедают. И Илья пришел на запах. Ладно, всем приятного аппетита. Ребята, ем пирог с луком и яйцом. И знаете, вот как вкусно. В детстве мы ели с бабушкой. Со сметанкой. Уже почти все съели. Еще стряпается. Вкус детства, ребята. Мука нынче не очень у меня серая. А здесь что такое? Пирог с луком и яйцом и сверху сметану. А вы без сметаны едите? Со сметаной вкуснее. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем, всем, всем доброе утро. У нас время 6 утра. 5 минут 7. И я начинаю готовить кушать. Всю ночь, ребята, не спала, не могла уснуть. И так крутилась, и сяк крутилась. Ну, не могу уснуть. Хоть ты убейся. Начиталась опять в комментариях. И все, я не могу уснуть. У нас на улице такой ветер сильный. Я сейчас ходила на летнюю кухню. Там инкубатор проверяла. И ветер просто с ног сшибает. Ладно, идем на кухню готовить, кушать. Света тоже не спит. Причем тоже всю ночь, да? Или ты спала? Спала. И Ваня проснулся. Спи двоя поешь. Закрывай глазки. Я открываю глазки. Мои чернышко. Ты пить хочешь? Налей ему попить. Ладно, дорогие друзья, идем на кухню. Что случилось? Дай ему пить. Он пить хочет. 6 утра, и никто не спит. Я такого еще не видал. Эту штуку сместили. Ладно, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Ну, а я начинаю готовить, кушать. Голова полетила. Из-за того, что всю ночь не спала. И состояние не очень. Ну, ладно, ничего страшного. Дорогие друзья, вы мне писали по поводу магнитной сетки. Она у меня куплена. Через два дня после повешения. Первый день она у нас тут же порвалась. Мы ее на степлер опять прилепили, но она опять порвалась. И это без ступок. Но она лепит, приклеивается, все, но она вот рвется. Как ее еще закреплять, я уже не знаю. Вот она рвется. Буду обычную тюль вешать.